Псалом 137 написано, что даже самый веселый из песен на чужой земле полный печали и скорби. Таков 137 Псалом на всех дорогах изгнания написано, мы хранили память о храме, разрушенном Русалиме, поэтому везде такое. Теперь что об этом Псаломе сказано? Первое, что это за преодоление ненависти. Для того, чтобы преодолеть ненависть, надо читать 137 Кому? И Тебе, и К Тибетам. Вообще этот Псалом входит в Тикун Хаквали, Тикун Хацот, это такие скупительные, очень серьезные вещи. Надо понимать, что Псалом хоть и такой немножко печальный, но глубокий. Написано, что его написал Давид Амелых, великий царь, когда ему открылось, что храм будет разрушен. И он пишет, что мы будем помнить даже в самых таких событиях, даже самых радостных, на хупе, на еврейской свадьбе произносят пасук из этого Псалма, именно из этого, когда же них разбивают стакан. И также этот Псалом читается ежедневно перед чтением Берхат Амазон, молитвы после трапезы. Что еще? Это написано большая сгула для преодоления ненависти к какому-то человеку, избавляет от ненависти. Это почти во всех книгах, это как бы главная доминанта этого Псалма. Помогает, когда кто-то ненавидит нас, произносит этот Псалом, человек перестает ненавидеть. Что еще? Сгула для хорошей памяти. Читают пасук пятый из этого Псалма, «Если забудут тебя, Иерусалим», и написано, что очень помогает. Также написано в наших книгах, что это хорошая сгула для того, чтобы были более легкие роды. Написано даже не так, написано от тяжелых родов. Написано, что Раши передал своему сыну, нужно шептать на ухо жене 13 раз пасук седьмой из этого Псалма, а потом три раза сказать, выходи, это ц-ц-ц. И потом взять стакан воды, произнести браху на него, выпить немножко самому, дать роженице, выпить. И написано, что ребенок выйдет. Написано еще, что это большая помощь, преодоление вражды к чему-то, или к человеку, или к чему-то. Вот, если ты хочешь это преодолеть, пожалуйста. Ну, последнее, что написано, практически то же самое, только написано в древних книгах у нас еще, чтобы не только подавить чувство ненависти, но и возродить любовь, читают этот Псалм. Вот это уже куда оптимистичнее. Браха, Ва, Цлаха, всего самого лучшего. Субтитры создавал DimaTorzok